У славян еще в догосударственный период возникла территориальная община. Сейчас мы не можем точно сказать, когда произошел вот этот переход от родовой общине к территориальной, но то, что этот переход произошел в догосударственную эпоху, это уже установленный факт. Также хорошо известно из источников, в том числе, например, византийских источников, того же Прокопия Кицарийского, что, как он писал, славяне издавна живут народоправстве. То есть вот само существование вот этой территориальной общины, оно подразумевало, что согласование интересов членов всей этой общины, а согласование интересов могло строиться только на изначально демократических началах, то есть началах выборности, отчетности и так далее, и так далее. То, чего не было в родовой общине, ведь родовая община строится строго по иерархическому принципу. То есть самый старший в роде, он является главой этой общины и обладает непререкаемым авторитетом. Любая попытка поставить под сомнение этот авторитет, она жестко пресекается, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так вот, вот эту вот стадию перехода от родовой к территориальной или соседской общины прошли, в общем-то, все народы, ну, прежде всего, индоевропейской языковой группы, которым принадлежат и славяне. И с то, что называл, например, Фриде Хенгель с трансформацией родовой общины в так называемую общину-марку или соседскую общину. Но что любопытно, вот во всех европейских государствах раннего средневековья, значит, с момента зарождения государства, вот эта территориальная община погибается. То есть она прекращает существовать. Причем разрушает эту территориальную общину не столько само государство, не столько его институты, сколько наличие частной собственности, прежде всего, на землю. Кстати, единственным европейским народом, у которого сохранилась вот на ранних этапах государственности территориальная община, были франки. Но у франков, в отличие от славянской территориальной общины, была частная собственность. Поэтому эта франковская территориальная община или община-марка, она довольно быстро была похоронена государством. А вот наша территориальная община, она сохранилась на протяжении не одного столетия. Вот весь период существования русского государства, и древнерусского государства, и потом постмонгольских государств, в том числе и московского княжества, и уже единого русского государства, и российской империи, и даже Советского Союза, сохранялась вот эта уникальная общинная структура. Значит, в чем были ее особенности? Первое. Там никогда не было института частной собственности. Вот это надо четко уяснить. Без понимания того, что в нашей славянской, а потом славяно-русской, а потом и русской приземельной территориальной общины, не было частной собственности, вообще трудно понять особенности русского исторического процесса. Это надо четко понимать. Второе. Что в этой общине изначально все управление строилось на принципах настоящей демократии, настоящего народа правства. Потому что это довольно небольшое, замкнутое поселение людей, объединенных общностью интересов, но эти интересы надо было согласовывать. И согласовывать эти интересы можно было только путем демократических процедур. Никаких указаний, никаких приказов, никаких наставлений, естественно, никто бы не принимал просто так. То есть человек, то или иное должностное лицо могло быть выбрано и отвечало за какой-то участок работы только при общем согласии хотя бы большинства членов этой общины. Поэтому вот это согласование интересов, оно и делало уникальным самстрой вот этой русской поземельной общины. И здесь надо еще иметь в виду, что именно вот на базе вот этой территориальной соседской общины происходило и становление самих государственных институтов. В свое время, по-моему, Эверс, если я не ошибаюсь, в нашей историографии, он выдвинул, значит, предположение о том, что вот эти вот общинные институты, они, по сути дела, потом и стали базой для возникновения первых государственных институтов. Но вот последние исследования, они, в общем-то, доказывают правоту вот этой вот теории о том, что само древнерусское государство выросло из крестьянской поземельной общины. Почему? Потому что практически все древнерусские летописные своды, они четко фиксируют наличие вечевых структур в разных властях и городских центрах. У нас существует такое вот довольно превратное представление о существовании новгородского там вечевого строя или псковского вечевого строя, причем в основном уже в такой более поздний период, когда он выродился в своеобразную такую олигархическую структуру. Но дело в том, что в домонгольский период вот такие вечевые структуры не только на уровне отдельных там властей, но и на уровне отдельных, значит, поселений, городов, они существовали во всех русских землях. И в Ростове, и в Галичи, и в Смоленске, и в Киеве, и во Владимире Волынском, ну, естественно, Пскове, Новгороде, Старой Руси и так далее. То есть, летопись буквально кишит вот информации о активном участии вот этих вечевых структур в реальном управлении государства. Более того, вот эти вечевые структуры, вероятнее всего, выполняли и роль, ну, своеобразную роль, естественно, парламента, да, который приглашал того или иного князя на великокняжеский престол. Причем здесь довольно часто вот этот принцип старейшинства и принцип династии, он привносился в жертву принципу вечевой демократии. То есть, вот такого прямого наследования престола, который существует в классических монархиях, например, абсолютистского типа, конечно, в Древней Руси не было. Поэтому не случайно еще Ключевский говорил о существовании городовых областей в Древней Руси. И потом эту тему активно изучал и развивал известный вот ленинградский питерский историк Игорь Яковлевич Фраянов, ну, и его ученики. Там была создана в Ленинграде целая научная школа, которая активно проповедовала вот идеи так называемой полисной демократии Древней Руси. И они с таким серьезным аргументированным набором фактов на руках доказали о том, что представлять дело таким образом, что в Древней Руси существовала монополия княжеской власти на управление, это, в общем-то, вещь далека от истины. Действительно существовали вот эти вечевые институты, которые во многом и играли ключевую роль в истории Древней, а потом и постмонгольской Руси. Хорошо известно, что вот эти вечевые структуры, они просуществовали, например, в той же Москве, вплоть до конца XIV века, они пали жертвой борьбы Дмитрия Донского с боярскими кланами Москвы, в частности, с довольно мощным и влиятельным кланом бояр Вильяминовых. Но обратите внимание, что вот эта традиция местного самоуправления, она ведь никуда не делась. Даже, даже вспоминайте, например, XVI век, период правления Елены Глинской, а потом ее сына Ивана Грозного. Во времена Елены Глинской происходит знаменитая губная реформа 1539 года. И потом при Иване Грозном, во времена избранной Рады, проходит еще одна территориальная или административная реформа, связанная с чем? Во-первых, с ликвидацией института кормленщиков, а во-вторых, с пролонгацией или как продолжением вот этой губной реформы и передачей реальной власти на местах выборным, я подчеркиваю это слово, выборным, значит, целовальником, излюбленным головом, приказчиком и так далее, и так далее, которые выбирались самим населением из числа местных служилых дворян, или служилых людей по отечеству, как тогда говорили, и черносошных крестьян, которые не были втянуты в систему феодальных отношений напрямую. Причем, обратите внимание, что тогда втянутость крестьянского населения в систему феодальных отношений, она была довольно низкой. То есть, во-первых, не существовало режима крепостного права. Я напомню, что режим крепостного права это прикрепление крестьян не к земле, а к личности землевладельца. Такое полурабское состояние, да? Прикрепление крестьян к земле, оно существовало, но дело в том, что у крестьян был законный срок свободного перехода от феодала к феодалу или вообще на вольные хлеба, так называемый Юрьев день. Причем, вот это правило, рожденное практикой, оно потом будет зафиксировано и в двух царских судебниках. И судебники Ивана III 1497 года, и судебники Ивана Грозного 1550 года. То есть, опять-таки, это вот к вопросу об исконном рабстве русского народа, об искновечных рабских психологических чертах нашего народа и так далее, и так далее. Это все ерунда, это чушь, это самый настоящий поклеп на наших далеких предков. В то время, как в соседней Польше, например, вот это самое крепостное право в самых отвратительных и унизительных чертах процветало, в наших землях отродясь этого не было. Да, потом возникнет режим крепостного права, но он во многом будет уже связан с приходом к власти новой династии, династии Романовых, которые во многом, кстати, как правильно говорил тот же Александр Иванович Пыжиков, у которого сейчас вышла интересная книга, «Славянский разлом», опирались на выходцев с Великого княжества Литовского и Королевства Польского, или так называемой Речи Посполитой, ну вот это вот малороссийско-польская шляхта и представители магнатских кругов. Но мы сейчас об этом говорить не будем. А то, что касается подземельной и крестьянской общины, то она, вот это я повторюсь, уникальный случай вообще в истории всего человечества, то, что в рамках государства сохранилось, параллельно с самим государством, вот с этими государственными институтами, сохранилась вот эта вот самоорганизация народа. В свое время, в 19 веке, возникла так называемая государственная школа, представленная именами Соловьева, Чичерина, Кавелина и многих других выдающихся юристов, историков, которые исследовали как бы вот историю борьбы родовых и государственных начал. И для них степень и уровень прогресса в развитии русского общества определялся именно тем, как быстро и как эффективно вот эти вот государственные начала подавляли родовые начала. Ну, в частности, например, центральная государственная власть в лице великих князей, а затем и царей эффективно боролась, например, с проявлениями боярокняжеского сепаратизма и так далее, и так далее. Но при этом обратите внимание, что вот эта борьба с боярокняжеским сепаратизмом или с подавлением вот этих родовых начал, оно никоим образом не затрагивало, значит, вот эту крестьянскую подземельную общину. Многие говорят, что сохранение вот этой крестьянской подземельной общины, оно было выгодно самому государству. По целому ряду, так сказать, обстоятельств. Во-первых, значит, их устраивал сохранение общины с точки зрения фискальных, налоговых поступлений, то есть это был удобный способ взымания, значит, подойти. Второй элемент – это община устраивала государство с точки зрения полицейских функций, которые сохранялись, например, за помещиками, в случае, если эта община была прикреплена к личности помещика, либо за сельскими старостами, десятниками и соцкими, если эта община находилась вне юрисдикции помещика, ну, например, как в Поморе или в Сибири, да, ну и так далее, и так далее. Но как бы то ни было, сам факт сохранения этой крестьянской подземельной общины, он во многом сыграл важную роль и в самом историческом процессе, и в очень специфической форме зарождения вот этих вот самых буржуазных отношений, которые возникли у нас гораздо позже, чем в Европе раз, и пошли не по классическому сценарию два. Кстати, отсюда и зарождение такой уникальной идеологии, целого направления, значит, в освободительном движении, как народничество. И создание теории крестьянского социализма, Герцена, Чернышевского, а затем их последователей, вот эта вот хорошо известная знаменитая партия СР, ставшая наследницей вот этой вот доктрины крестьянского общинного социализма, базой для возникновения всех этих идей и служила как раз наличие вот этой крестьянской подземельной общины. Ну хорошо известно, что в начале 20 века царская власть попыталась наконец-то разрушить эту крестьянскую подземельную общину, но у нее ничего не вышло. Зубы сломали. Все Столыпинское законодательство, направленное на разрушение крестьянской подземельной общины и создание нашей стране хозяйств фермерского типа на западный буржуазный манер, они по сути дела провалились. И кстати, многие историки вот сейчас с высоты пройденных лет считают, что вот этой попыткой разрушить крестьянскую подземельную общину через колено, изнутри там ее изъесть, как мироеды, она во многом и послужила не просто детонатором, а долгоиграющим, горючим материалом для событий 17-го года и последующей гражданской войны. Крестьяне на ментальном уровне отвергли эту Столыпинскую реформу, и результатом этого стали события 17-го года. Ведь одно дело, когда заговорщики, например, ну условно говоря, даже там масоны, замысливают какой-то дворцовый переворот и добиваются отречения государя-императора от престола, ну со всеми вытекающими последствиями, а другое дело, когда события вот этого февральского государственного переворота потом выходят, значит, за рамки планов его устроителей и уже дальше логика событий развивается совершенно помимо их воли. И вот события 17-го года, они этого вотчего показали. Большевики же почему пришли к власти? Да достаточно было взять на вооружение эсеровскую программу и принять декрет о земле, где вот эта многовековая мечта, значит, крестьянства о черном, то есть справедливом переделе земли, о ликвидации помещевых землевладений была реализована. И как результат, большевики не просто получили государственную власть, они ее отстояли в кровавом противостоянии не просто с белыми, а, извините, с агрессией 14-ти иностранных государств. Именно потому, что они получили поддержку со стороны вот того самого общинного русского крестьянства. Кстати, когда шел процесс коллективизации, на которую у нас тоже сейчас вылит огромное количество, значит, грязи и помоев, то Сталин-то, зная психологию русского крестьянина, во многом вот на традициях этой крестьянской поземельной общины и строил колхозную деревню. Поэтому не случайно тот же Виктор Николаевич Земсков в своей вот предсмертной книге «Сталина народ. Почему не было восстания» он и написал там черным по белому. Да потому что политика Сталина вот в аграрном вопросе, в уничтожении вот этого узкого слоя кулаков мироедов, которые разрушали вот эту крестьянскую общину, изнутри ее грызли, да, она отвечала чайным интересам большинства, подавляющего большинства крестьян. 85% там, условно говоря, крестьян, они поддерживали сталинскую политику. Другое дело, что они не поддерживали перегибы на местах, которые неизбежно были. Но, извините, это не Сталин в этом был виноват, а во многом виноваты были просто элементарно какие-то идиоты, а вполне возможно и враги народа, провокаторы, которые сознательно делали это, чтобы, ну, нанести вред там этому курсу, важнейшему курсу. Вот что я хотел бы сказать.